По словам королевского эксперта, редактора журнала Мэджесты Ингрид Сьюарт, Кейт Миддлтон будет рада переезду в Виндзор, особенно после того, как принц Гарри однажды сказал, что герцогиня Кембриджская чувствует себя заключенной, живущей в Кенсингтонском дворце, из-за отсутствия свободы. Сейчас Кейт Миддлтон живет с мужем, принцем Уильямом, и детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи в их лондонской резиденции в Кенсингтонском дворце. Однако в ближайшее время они переедут в Виндзор, где выбрали для проживания скромный коттедж Аделаида, в котором всего четыре спальни. Для сравнения, в доме Кембриджи в Кенсингтоне 20 спален. Но у коттеджа есть ряд преимуществ, которые явно понравятся всей семье, во всяком случае Кейт. Которая весьма положительно относится к уединенной сельской жизни и с удовольствием проводит время в загородном поместье Кембриджи-Анмерхолл в Норфолке. Коттедж Аделаида обладает обширной территорией 665 акров. Из села этой территории есть семь укромных выходов, которые позволят семье покидать свой новый дом и возвращаться в него практически незаметно для посторонних глаз. Принц Гарри, который некогда переехал вместе с Мэган из Кенсингтонского дворца в Виндзор, обосновавшись во фрогмар-коттедже, вероятно, успел оценить преимущество, которое дал ему и его семье этот дом. По словам королевского эксперта и автора Ингрид Сьюарт, переезд в Виндзор может дать Кейт и ее семье гораздо больше свободы. Особенно после того, как ей сказали, что герцогиня, проживая в Кенсингтоне, элементарно не может спокойно прогуляться в парке. Выступая в подкасте The Royal Beat на канале True Royalty TV, она прокомментировала грядущий переезд Кембриджей. Я думаю, что Уильям и Кэтрин получат для себя и своих детей свободу, которой у них не было в Кенсингтоне. Я помню, как Гарри сказал моему другу, что Кэтрин была почти заключенной в Кенсингтонском дворце, и я сначала подумала, что за глупость – это самое великолепное место для жизни в Лондоне. Но, поразмыслив, согласилась с Гарри, что в каком-то смысле Кембриджей впрямь заключенная. Да, у них красивый дом и великолепный сад, но за этим садом каждый день следят сотни людей, от которых Кембриджи стережет усиленная охрана. Кэтрин не может спокойно гулять в парке Кенсингтона, как раньше это делала принцесса Диана, потому что времена изменились. Единственное место, куда можно пойти – это поле, где приземляются вертолеты, так что вы очень ограничены. Все знают, что вы делаете и где находитесь. Конечно, хотелось бы увидеть подобную информацию, опубликованную пресс-службой герцога и герцогини Сасекских, от имени самих Гарри и Меган. А то ведь прямо интрига-интрига. По мнению ряда королевских экспертов, особенно из числа тех, кто имеет прописку под королевскими диванами и за портьерами в королевских гостиных. У принца Гарри и Меган Маркл нынешним летом есть сразу несколько поводов и желание побывать в Великобритании. То, что на торжествах в честь платинового юбилея королевская семья обдала парочку холодом, для королевских экспертов ничего не значит. Мало ли, что было на публике. За кулисами-то и день рождения Лилибет прошел в приятной компании королевской родни их детей и королева Елизавета большинство мероприятий, на которых она не смогла побывать во время платинового юбилея в силу состояния здоровья. Смотрела в трансляции по телевизору в окружении всего семейства Сасексов. И к принцу Чарльзу Гарри и Меган забегали на завтрак и тайные переговоры между овсянкой и яичницей с беконом провели. Первоначально с 2006 года, в третью субботу июня, в Великобритании отмечался День ветеранов. Он был учрежден по инициативе тогдашнего канцлера Казначейства Гордона Брауна, который считал, что это способ гарантировать, что жертвы, принесенные ветеранами, никогда не будут забыты. В 2009 году он был переименован в День вооруженных сил, чтобы включить в него все военные сообщества Великобритании, а не только ветеранов, и с тех пор проводится ежегодно в последнюю субботу июня. По всей стране в этот день, хотя он не считается государственным праздником, проходят специальные мероприятия, посвященные героям военным настоящего и прошлого. В нынешнем году, чтобы продемонстрировать поддержку военному сообществу Великобритании, герцогиня Кембриджская обратилась ко всем, кто празднует, с личным посланием в честь Дня вооруженных сил и поделилась фотографиями, которые были сделаны во время посещения ею тренировочной академии Пербрайт в ноябре прошлого года. Когда Кейт провела время в составе 101-й бригады оперативного обеспечения на аэродроме Аббингдон, чтобы своими глазами увидеть, как обучаются новобранцы и обслуживающий персонал. В своем обращении Кейт написала «Сегодня, в День вооруженных сил, мы с Уильямом хотели бы отдать дань уважения храбрым мужчинам и женщинам прошлого и настоящего, служащим во всех наших вооруженных силах на море, на земле и в воздухе, здесь, в Великобритании и по всему миру. Спасибо за все, что вы и ваши семьи жертвуете ради нашей безопасности. В прошлом году я имела честь провести время с собакой Бритиш Арми, чтобы увидеть, как они обучают обслуживающий персонал и новобранцев. Было замечательно увидеть из первых рук множество важных и разнообразных ролей, которые военные играют изо дня в день, чтобы защитить всех нас, и я с нетерпением жду возможности узнать больше о Royal Navy и Royal Air Force UK в свое время. Сегодня впервые за все время правления Елизаветы II представители королевской семьи, а именно принц Чарльз и Камила Паркер-Боулс, приехали в Руанду, страна в Восточной Африке, чтобы посетить самое главное собрание стран Содружества. К сожалению, монарх не смогла прибыть туда лично, ведь в последнее время она испытывает проблемы с передвижением. На этой неделе в столице Руанды, Кигале, состоится заседание главправительств Содружества, чем к которому присоединятся принц Уэльский и его супруга герцогини Корнуольская. Сообщается, что самолет с представителями британской короны уже приземлился в Кигале, где их встретили верховный комиссар Великобритании Амар Даир и верховный комиссар Руанды в Англии Джонстон Бусингьё. Собрание, чем уже дважды откладывалось в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но теперь в мероприятии вновь примут участие лидеры 54 стран Содружества с целью подтвердить общие ценности и согласовать политику, направленную на улучшение жизни 2,5 миллиардов граждан. Эксперты утверждают, что такие заседания проводятся каждые два года, последняя встреча была проведена в апреле 2018 года в Лондоне. К слову, именно там принца Чарльза выбрали следующим лидером организации. «Мы являемся одними из величайших организаторов в мире». Всемирная ассоциация добровольцев, которая верит в ощутимые выгоды, которые практикуют обмен идеями и опытом, а также уважение точки зрения друг друга, заявила королева Елизавета II на предыдущем мероприятии. Известно, что, помимо основного собрания, принц Чарльз и Камила Паркер Боулс встретятся с президентом Руанды и его супругой, Полем Кагаме и первой леди Жанет Кагане. Главной целью проведения мероприятий в Руанде является демонстрация того, как страна справилась с проблемой геноцида Тутси в 1944 году, в ходе которого пострадало более 800 тысяч человек. Также супруги посетят местный заповедник, где полностью сохранилась дикая природа. Предполагается, что Уэльски объявит о новом партнерстве – проекте по созданию живой лаборатории, предварительно встретившись с организаторами фонда «Принцесс Уэс Интернешнл». Даже скандальный королевский эксперт Амид Скаби, автор мемуаров Гарри и Меган в поисках свободы высказался в этот день. Напомним нашим читателям, что Амида считают прямым представителем герцогов сасекских, а значит, если он что-то говорит, то фактически озвучивает позицию голливудских бунтарей, ушедших из королевской семьи. Вот что написал Скаби по этому поводу. Как и следовало ожидать герцог Кембриджский, принц Уильям решил отказаться от королевской мантры своей знаменитой бабушки королевы Елизаветы II – никогда не жалуйся. Никогда не оправдывайся, так как на днях стало известно, как он открыто критикует герцога Сасекского, принца Гарри, за разговоры о проблемах в королевской семье. То есть принцу Гарри жаловаться нельзя, а принцу Уильяму можно? Это совсем некрасиво и недостоинно поведения будущего короля Великобритании. Правда, королевские фанаты придерживаются совершенно другой точки зрения. По их мнению, некрасиво было пытаться уколоть брата в день его рождения, когда он находится в уязвимом состоянии, и не может дать симметричный ответ. Говорят, принц Гарри сделал это после того, как якобы принц Уильям рассказал в одном из интервью некую закулисную правду об их совместном детстве. В любом случае, даже в день рождения, братья не нашли в себе силы помириться или хотя бы ограничиться вежливым и официальным поздравлением. А значит, до затиши в королевской семье еще очень и очень далеко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова